Доброе здоровьи, уважаемые посетители моего канала! Давненько мы не слышали о нашем Сержи, который отважился на стол длительно голоданием. Как он поживает, как он там выходит, что там с ним происходит и так далее. И вот меня, так как все это дело как-то очень необычно, все это происходит, меня заинтересовало, можно так сказать, его развитие с самого начала. А чем человек переболел? Для того, чтобы понимать, что ему можно рекомендовать, от чего уберечь и прочее, 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 прочее. И вот, и вот, и вот, и вот я его долго просил, чтобы он сделал мне отчет по болезням. И вот все-таки Сержио сделал отчет по болезням. Один годик, 1986 год, Фимос. Значит, когда в один годик ставят такое, как бы сказать, отклонение, как Фимос. Что такое Фимос? Это крайняя плоть, сужена и головка полового члена вроде как нормально там не проходит. На самом деле, на самом деле, все это расширится и будет нормально. Не надо торопиться, что-то тут делать и так далее, там обрезать крайнюю плоть обычную и прочее, прочее, прочее. Не спешите. Ну, это так сказать. Итак, один годик, отит, острый, двусторонний, с ушком, да? Орви три раза бронхит. Я, значит, попросил его так вспомнить, а не было ли это искусственным вскармливанием? Ну, он это примерно мне сказал, да, что-то такое, скорее всего, было вскармливание искусственное. И тут сразу же я вам поясняю. Наш желудочно-кишечный тракт развивается и входит в силу после рождения. Должно пройти этап молока, там, молозива и так далее, потом потихонечку прикорм. И то есть ферменты, весь желудочно-кишечный тракт, его, значит, ферментативный аппарат и прочие, 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 прочие возможности должны созреть до переваривания взрослой пищи. Когда этого нету, нету, то, естественно, пища, там, каши, что там ещё там даётся во время прикорма, она не переваривается так, как нам хотелось, как нам говорят. И от этого образуется обилие слизи, слизи, ферштейн, слизи, обилие. И это обилие слизи порождает ОРВИ три раза на первом году жизни. Бронхит, это уже лёгкие пытаются, значит, сначала ОРВИ, то есть пытается организм слизь вот эту, которую он с продуктов не переварил, он пытается её выбросить. Сначала через носоглотку, отсюда у нас возникают вот эти все эти ОРВИ, дальше включаются лёгкие, то есть всё, знаете, картина, как говорится, маслом. Вот как оно и должно быть при неправильном вскармливании ребёнка. Далее страдают лёгкие, и потом уже, естественно, тут от ОРВИ начинается вот этот отит острый двухсторонний, то есть расплодили на первом году патогенную микрофлору. Уже она есть, уже всё. Дальше нам остаётся только пожинать всё более усугубляющиеся плоды всего этого. Итак, второй годик, ветряная ОСПА, ОРВИ 7 раз, фаринго-конъюнктивитная лихорадка. Я не буду говорить, что это фаринго-конъюнктивитная лихорадка, но в любом случае патогенная болезнетворная микрофлора прогрессирует, уже видите, вот такая вот лихорадка. Три годика, 1988 год, острый бронхит два раза. То есть, вот немножечко, как бы сказать, организм ребёнка уже адаптировался переваривать пищу и так далее, и вроде бы как, что-то там такое справился немножечко. Когда четыре годика, ОРВИ три раза, острый танзелит начал гнить изнутри. То есть, болезнетворная микрофлора тут начала гланды разрушать. Естественно, по всему организму с кровяным током всё это дело пошло, 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 пошло распространяться. Пять лет, 90-й год, ОРВИ три раза. Острое, просторное, вирусное заболевание. То есть, есть условия. Условия – это слизь. Значит, она будет развиваться. Нет условий, даже при наличии вот этой болезнетворной микрофлоры, она особо развиваться не будет. Нету субстрата, на котором бы она развивалась. Но, тем не менее, там уже, знаете, произошла колонизация организма вот этими всеми этими бактериями. И пошло, пошло, пошло. Пять лет, ОРВИ три раза. Шесть лет, ОРВИ четыре раза. Острый бронхит два раза. Острый автозный стоматит один раз. То есть, а стоматит – это уже, как бы сказать, появилось в новой микроорганизме. Вот эти вот, которые порождают стоматит. И начали они уже тут слизистой все это делать. То есть, поражается уже слизистая. Видите, как вот потихонечку все это входит в организм и начинает его разрушать. Стоматит. Ай-яй-яй-яй. Острый. То есть, это язвы во рту, которые болят, покрыты белым налетом. Вот эти вот бактерии, все это там, это самое. Развивается 12 лет, так сказать, пробрасываем хронически полимизированный танзелит. Ну все, танзелит, он уже укрепился и пошло, пошло, пошло. Вот тут-то бы, тут-то бы взять бы керосину, да пополоскать горло. Пол чайной ложечки, пол чайной ложечки, тем более, что там у нас это самое. 12 лет уже ребенок соображает пол чайной ложечки, пополоскать, пополоскать. И не было вот этого хронического какого-то там танзелита. Потом пошел невроз. А невроз, скорее всего, из-за того, что вот это все это лечение, 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 лечение. Ребенку это надоедает, постоянно он болеет, постоянно его лечат, он его начинает сносить крышу с головы. Увеличение щитовидной железы первой стадии, неврастения. Ну, о, как она идет, понимаете, как она усугубляется, ну, песня просто вот. Потом еще такое, репературный аллергоз уже дальше. Начал задыхаться. Ну, видите, 12 лет, и человека может уже не быть. Он начал задыхаться и так далее, и так далее. То есть вопрос к медикам, к современным медикам. Вот это, ну, а что это такое? Вот как это вы объясните? Вот что это такое? Как вы это объясните? Вот я объясняю, а как вы это объясните? Что уже начинает задыхаться. Далее, медалины не лечим. Я говорю, вот просто этот керосин или этот тадикам, где у меня, а, я уже, да. Пополоскали, выплюнули этот керосин. Великолепное дезинфицирующее средство, которое действует и сохраняет вам медалины. Так нет же, нет, мы от этого отказываемся, это не надо. Ну, не хотите и не надо, пускай продолжайте гнить и, грубо говоря, сжевать себя. А как же это лечится? Интересно. Замораживание нюбных миндалей с жидким азотом. Ох! Вот это вот называется наукообразным. Знаете, мне, как бы сказать, вот все равно, чем меня вылечит, мне главное, чтобы вылечили жидким азотом, керосином или еще чем-то. Но если у вас не получается в течение 12 лет, то позвольте, позвольте. Значит, тогда керосин хлебнуть, в конце концов, пополоскать горло. Жидкий азот уже был, прочие лирикарства уже были, которые показали свою несостоятельность и так далее, и так далее. 14 лет, выраженный невроз, ухудшение зрения, потому что тут уже вся эта микробная вот эта зараза, удаление нюбных миндалин, гланды вырезали. Ну, не можем вылечить, да вырежем их нахрен и все. И якобы на этом все закончится, вырезали и все. Позвольте, как была инфекция, так она там и осталась. Кто на хотя бы здесь что-то там это самое гнили у вас миндалины, а так они у вас будут в другом месте гнить. Причина-то осталась. Люди в белых халатах, вы хотя бы немножко соображаете, или вы вообще не соображаете, и не хотите соображать. Мы делаем денежки, пришли, мы выучились вот так вот. А остальные все лопухи, вот вам и помогают, гланды вырезали. Посмотрим, что дальше, посмотрим, что дальше. Это только 14 лет, 15 лет, 2000 год, выраженный невроз. То есть человек становится уже какой-то неадекватный, он уже вне социума. Или нарочно надо так сделать, чтобы породить каких-то, грубо говоря, маньяков, породить каких-то неврастенников, породить каких-то, знаете, людей, которые асоциальны. Вот такой термин, асоциальны. Так, дальше, 17 лет. Атоническая форма обострения аллергии. Вот так-то. То есть аллергия дальше пошла, пошла, пошла. А почему аллергия? Да потому что там столько уже за 17 лет засело паразитов, засело шлаков, засело всего-всего-всего. Что только не дай, это вызывает аллергическую реакцию. Аллергическая реакция, это уже организм выбрасывает из себя все чужеродное. А это мы воспринимаем аллергическую реакцию. Вот такую вот аллергическую реакцию нам объясняют. Знаете, отвалите, отвалите. Аллергическая реакция, все, все. А от чего она возникает? А как она, так сказать, продолжает и проявляется? Не то, что не хотят знать, не хотят не разбираться, не хотят не знать, не хотят ничего делать. То есть ум у людей абсолютно отсутствует. Вот им сказали и все. Грубо говоря, ты сам дурак. Вот это вот верная фраза. Ты сам дурак и все. 18 лет хронический гастродоуденит. Пошло дело. То есть уже желудочно-кишечный тракт развалится. Синдром раздраженного кишечника с диареей. То есть синдром раздраженного кишечника. Ой, держите меня, держите меня, держите. Ой, 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 хватайте и так далее. То есть вот это, вот знаете, вот, когда ребеночку, который только начал говорить, ему объясняют, а это бабай, а это тут еще что-то такое-то нельзя, фу, та-та-та-та-та-та-та. Синдром раздраженного кишечника. А что его раздражает? С диареей. То есть человек дрыщет от-за того, что у него уже микрофлора извращенная. Извращенная. А можно сказать, а чем она извратилась? А дальше мы посмотрим, наверное, лечением. Таким-таким современным лечением, которое, ух, ух, как даст, ух, как сделает нас здоровыми. Обострение хронического бронхита. А что, дальше слизь-то выбрасывается через легкие. Она не может постоянно выбрасываться. Естественно, легкие начинают страдать. Пишет, хронический геморрой. Пожалуйста. Пошло по сосудистой системе уже. То есть портится уже сосудистая система. Простатит. Оретрит. То есть уже там и мочеполовая система не в дугу. Насколько я понял, тут кожно-венерический диспансер. Обнаружены ниты, мицелия, патологического грибка на паховых складках, мокнущие лишай промежности. А почему бы и нет, как говорится, если есть бактерии там, а почему бы лишаю не возникнуть на всем вот этом вот. Конечно, я еще, он тут ничего не пишет, что он там принимал, что способствовало развитию всех этих патологического грибка и прочего, прочего, прочего. На руках, спине, животе мелкие коричневые визикулы, зуд по всему телу. То есть настолько все это прорастает в организм человека, что ему уже жить трудно зуд по всему телу. Не думаешь ты своей головой, ну то, конечно, 18 лет и трудно своей головой подумать-то. А тут уже и жить не хочется 18 лет. Обнаружены кандиды на соскобе с головки полового члена. Кандидоз. Кандидоз, да, ну что это, этот кандидоз. Молочница примерно то же самое, насколько я так понимаю. Ну, так это можно, кандиды. То есть все там уже заплесневело и так далее, так далее. Хронический простатит, хронический цистит. Дефозные изменения в поджелудочной железе. И предстательной железе. А почему бы и нет? Поджелудочная железа, она перестает работать предстательно. А зачем она тебе нужна? Ну, зачем она нужна? Что ты там, рот свой собираешься продлевать? Не, за нее отдаемся недолго. В этом году впервые обследовался у хорошего врача, он же Геннадий. Пишет Сержи, это судьба. Геннадий и спасли мне жизнь. Тот, который говорил обо мне, уникальный пациент. Ха-ха-ха, уникальный пациент. То есть, знаете, можно так сказать, первоначальная глупость при вскармливании ребенка, при переходе, при рождении ребеночка и при переходе от рождения до взрослого питания. Вот это все, это вот неправильное вскармливание породило вот этот сноп всех этих болезней и расстройств. И что тут уникальность, уникальность, да? Тот, который говорил обо мне, значит, уникальный пациент. У него я сперва лечился сам, а перед женитьбой пролечил жену. Надо же, ну, Сержи, он такой, да-да. Он тогда крепко нас подлечил и позволил родить ребенка. Он андролог по профессии. И вот, вот, вот смотрите, вот, насколько все это наивно, 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 Сержи считает. Он единственный из всех тогда установил диагноз мне гонорея, трихомонада, кандида, уриоплазма, микоплазма, хламидоз, цитомегаловирус, вирус простого герпеса первого и второго типа. При этом на тот момент у меня не было ни одного полового контакта. И вся эта прелесть досталась по наследству от родителей. Не знаю, от родителей ли. Весь этот симбиоз начинает с простого. И, грубо говоря, когда там уже организм порожден, к нему уже всякая дрянь лезет. Всякая дрянь лезет. Представляете? Значит, в 2008 году жене поставили диагноз Гарднерелла. Гарднерелла у жены вылезла опять в 2021 году. И после интима с ней в декабре самочувствие ухудшилось. И в феврале 2022 года я попадаю в больницу с кишечным кровотечением и большим, уже запомню, выходом крупных червей, которые врачи не хотели признавать и в упор не видели. Хотя этих червей я сам накладывал в лабораторную баночку и передавал им. Умышленно не видели. Черви были короткие, сантиметров по 5 и толстые по 1 сантиметру. Видите, что можно у себя выразить? Вот это Гарднерлы, Марднерлы и так далее. Растим более крупных паразитов. Так, начали выходить после применения нового состава трав. То есть Серджио что-то начал использовать противопаразитарка. Там такое было намешано, что сейчас и не помню. Вот это он дал, наместил. Ну, вот это вот. Против паразитов не лечили. А против чего? Против Гарднерлы, Марднерлы или еще там чего-то. То есть на человека, я не знаю, как смотрится. Или он попал в одно отделение, которое занимается, грубо говоря, вот этим вот. Но оно не занимается там никакими паразитами. То есть вот эта узкая специализация. Вы к нам пришли с чем, грубо говоря? С половой инфекцией. Все, мы вам лечим от половой инфекции. А то, что у вас черви полезли, это не наше дело. Это идите в другое отделение. То есть нету целостного взгляда, который должен быть со всех сторон. Тебя должны рассмотреть. Или ты сам возьми здоровье в свои руки, ответственность и действуй. 21 год, 2006 год. Соскоп с головки полового члена. Кандида. Ну, раз появилась кандида, в каком там году она? Она появилась у нас. 18 лет. А что она в 21 год исчезнет? Нет, она только увеличится. Да. 22 год. Острый сальмонолез. Вазомоторный ренит. Нероциркулярная дистония. Кардиолог. То есть уже пошло по сердечно-сосудистой системе. А что? Что ее оставлять? Бактерии съедают во все. Офтальматолог. Ангиодистония сетчатки по смешанному типу и хроническая усталость. То есть уже глаза. Все, 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 все. Все, значит, подъедается в организме. Все это самое. 24 года. 2009 год. Хронический ренит с аллергическим компонентом. Классно. Ну тут классно. Аллергические компоненты и все. И больше вот-вот-вот ничего. Да там столько шлаков, столько токсинов, столько паразитов. Вот как не быть этому аллергическому компоненту. 25 лет, 10-й год. Нероциркуляторная дистония. Ах, какие названия. Нероциркуляторная. Что такое? По смешанному типу. Не просто так, по смешанному типу. Кардиолог. Калит. Холестицит. Эрозивный бульбит. Хронический эрозивный гастит. Хронический дайдюнист. Хронический ренит. Овервит. То есть все так сказать, знаете, как бы сказать. Микромир болезнетворный сделал в 25 лет, значит, такую массированную атаку. Наступление по всем фронтам. Ааа, вперед. Пока есть что есть. 28 лет, 13-й год. Пневмония. Мочекаменная болезнь. Хронический гастрит. Состояние обострения. Хронический даудинит в стадии обострения. И вот смотрите, если вот это гастрит хронический, даудинит хронический, то на выходе из голода, когда весь организм ослаблен, надо очень-очень осторожно выходить, используя буквально-таки вот это монодиету. Что-то одно, потом другое и так далее. На следующий день не слегка там меняется там продукт. Это очень сложный должен быть выход, потому что организм уже посажен. Уже посажен, как говорится, ниже плинтуса. И это у нас. 28 лет, 13-й год. Ещё у нас впереди 10 лет. 29 лет. Мазок из зева и носа. Энтерококки. Кандиды. Гемофильная палочка. Золостистый стафилококк. 30 лет. 30 лет. 15 год. Орви. Лямблии. А как же, как бы сказать, лямблии тут как-то немножко опоздали. Год, когда мне было совсем плохо. Сильно болела голова до состояния, когда не мог ходить. И была сильная тошнота и боли. Кишечники и желудки. Начались судороги, хронический гастрит, мазок из зевы и носа, золотистый стафилококк и кандиды. То есть уже желудочно-кишечный тракт весь заселён, переселён, извращён и так далее, он уже ничего не варит. Он ничего не делает. Поэтому у него и тошнота, и боли, и так далее, и так далее, и так далее. Желудочно-кишечный тракт, можно сказать, зенил к херам собачьим. 31-й год. Жалобы на боли внизу живота. ОРВИ, хронический пилонефрит, микролитиаз с обоих сторон почки, хронический холестицит, бульбит, кальпит, эрозивный гастрит, хронический простатит, мазок из зева, энтерококк. Знаете, как своего рода речердатив мы читаем. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ну всё, всё, понимаете, всё. Вот это называется жизнь самотёком. Человек там живёт, что-то там делает себе, ага, лечите меня так, а я как был, вот так я буду действовать и так далее, и так далее. И вот это вот всё, вот это вот и происходит. 32 года, 17 год, в паренхеме, микролитиаз обоих сторон почек, почки уже, диффузное расширение печени, а почему бы и нет, поджелудочной железы, гепатоз печени, в крови кандидатоксоплазмус. То есть уже всё, уже, знаете, течёт какой-то бульон, бульон паразитарный, паразитарный течёт. Будем говорить это самое. Ну я так понимаю, лечение-то идёт или не идёт. От лечения вот как-то ничего, что там использовалось. 33 года, 18-й, простатит, цистит, визикулит, пилонефрит, микролитезиаз в стадии обострения. 34 года, 19-й год, диффузное изменение мочеполовой системы, мочеполовик развалился в крови. Кандида, вирус простого герпеса, цитомегаловирус. Они уже не прячутся, то раньше иммунитет их прижмёт, они куда-то там раз-раз-раз, а тут уже не прячутся. Иммунитет сел, и уже в крови всё это, знаете, пляски идут, бактериальные, вот эти вот вирусные. Да мы тут взяли в мазках и зева, и носа, и кандида, и синегнойная палочка. Потихонечку добавляются всё новые, новые и новые паразиты. 37 лет, 22-й год, наконец-таки мы, так сказать, подошли к сегодняшнему моменту, деформация желчного пузыря в области дна перетяжкой. То есть уже не то, что вот считается, что это, как бы сказать, можно сказать, да, Серджио, это у тебя наследственное. Это уже следствие вот этих всех изменений болезнетворных, которые привели уже к тому, что у нас. И желчный пузырь скокошился, скукожился. Добрались до головы. Внутричерепная гипертензия, повышение давления. То есть, насколько я понимаю, уже там сосуды перестали работать, что тут надо кровь толкать. Утолщение слизистой оболочки носа. Но она уже не может выполнять всё это там настолько, знаете, когда орган не может выполнять свои функции. А через него всё прёт, прёт, прёт. Он питается, гипертрофируется, утолщится и так далее, и так далее. Толихосигма, растянута сигмовидная кишка с запорами. Про запоры он до этого не говорит, хотя там написал, что запоры там с самого начала. То есть, запоры вообще, знаете, и не считается за то, что это какое-то заболевание или какое-то серьёзное отклонение. Да запоры, запоры, и хрен с ним. Ну, не сходил в туалет, ну и чё там такого? Да чё там такого? Ну, раз в три дня, раз в неделю там ходим, ну, ходим, да и нормально. А то, что эта вся эта дрянь прёт через кровь и потом выводится через лёгкие носоглотку и там дожит кожу, это как-то не это, недопонимается. Плюс она ещё выходит через слизистые того же желудка, того же кишечника и так далее. Почему они уже там в язвах, они уже не могут свои функции делать. гиперплазия, диффузные изменения предстательной железы, вот такие вот названия, диффузные изменения, ай-ай-ай-ай-ай, микронефоолитиаз, даже не знаю, что это такое. Хронический калькулёзный простатит, простатит, вот знаю, а вот этот калькулёзный, цистит, он свистит, вазикулит, таксоплазмоз в стадии обострения, ну, почему бы и нет. Левосторонний гнойный отит, ухо-то, как с годика началось, так, естественно, и продолжилось. Ухо закладывает до сих пор, да потому что там процесс ещё идёт. В крови кандида, кандида, а куда ж деваться, настолько её уже много, что она уже в крови, в слюне, в сперме и в слезах, где угодно она уже будет, и не на кожу лезет. В Москве из уретры энтерокок. Надо же, вот, и ходим ещё в больницу, чтоб нам сделали там соскоп, мазок, хренок и так далее. То есть, вот ходим до тех пор, когда ж включится, в конце концов, голова, что чем не дальше вот это всё продолжается, мазки и прочее, прочее, тем всё это хуже. Проводились обследования на паразитов, но безрезультатно. А паразитов не нашли, как говорится. Как это самое, а под пальто, поёт Гальцево, да? А руки под пальто, а руки под пальто, а хулиганов нет, а хулиганов нет. Вот примерно так, да. Паразитов нет, безрезультатно, не обнаружены, хотя мы уже видели. Сколько их там выходило. Всё же измучиваюсь запорами. Вот такие-то дела. Этот видосик, молодец, он оказался таким, знаете, бухгалтером, он там всё пишет, запишивает, взвешивает и фотографирует, что я буду вот этот видосик, значит, иллюстрировать его фотографиями, что вот происходит на выходе из голода. То есть, насколько вот эти вот все, да, он там говорил, гостями ел эти все эти лекарства и так далее, и так далее, и так далее. Насколько, значит, организм пропитался всей этой лекарственной химией и прочей, прочей, прочей химией, что выбрасывает и выбрасывает. Вот такие вот осадки образуются в моче. Насколько всё это надо очистить, насколько это всё надо, будем говорить, вот этот вот разложить свою собственную ткань. Организм этим делом занимался на голоде и особенно на выходе. для того, чтобы вот это всё, что там было, вывести из себя. И так как уже всё, организм перестал работать так, как надо, возрождение должно идти очень-очень-очень осторожно. Я ему, естественно, советую тут практически каждый день на этих. Что-то он делает, что-то он недопонимает, что-то он пробует, что-то он думает уже всё позади и думает, сейчас я вот уже, уже надо что-то делать. Ну вот такие-то дела, вот что касается Серджио. Смотрите. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дульку с маком.